В Казанском федеральном университете прошла 14-я серия научно-популярного проекта про наука в КФУ под названием Техно-Ночь. В этот раз ночь в университете посвящена современным технологиям, искусственному интеллекту и нейросетям. В рамках мероприятия про наука Техно-Ночь также представлен стенд приемной комиссии, где, наверное, будущие абитуриенты и заинтересовавшиеся школьники смогут подойти и узнать о направлениях и условиях поступления в КФУ. Мне кажется, стенд приемной комиссии наиболее востребованный вообще в целом на этом мероприятии. В мраморном зале гости могли посетить стенд СУНС-Айтилицея Казанского федерального университета. Здесь учащийся восьмого класса Тимур Рысаев представил проект «Умный сувенир». Проект предназначен для людей с ограниченными возможностями зрения, для того, чтобы они могли тактильным образом, путем, понять, как выглядит здание, допустим, башни Сюембике в Казанском Кремле и реальном мире. А также, кроме тактильного путя, они могут ознакомиться акустическим путем. В сувенир встроена портативная колонка, которая рассказывает о памятнике на шести языках – русском, татарском, английском, марийском, чувашском и турецком. Специалист по учету музейных предметов фотографического музея Казанского федерального университета Полина Комарова представила стенд по набойному промосу с квадратными досками – манерами, с помощью которых в старину окрашивалась ткань. Сейчас с девочками, с школьницами из разных городов делаем такие открытки, которые напоминают внешние эти манеры, ну так, чтобы на память осталась от нашей экспозиции, от нашей вот этой вот техно-ночи, от выставки. Ученица 10-го класса Любовь Петрова из Якутии в Казани впервые. Она пока не определилась, куда будет поступать, возможно, в Казанский университет. Ее привлекает дизайн и культура народов. Мой проект называется «Изделия из конского волоса». Я делаю всякие аксессуары, у меня есть свои комплекты. И в конкурсе Лопачевского конференции я участвую в первый раз вообще. Студенты 4-го курса химического института имени Александра Бутлерова провели химический квест под названием «Алиса. Что такое химия?». Здесь были представлены две площадки – интерактивная и экспериментальная. Интерактивная часть требует от себя смекалки, а также элементарных знаний по химии, для того, чтобы учащиеся дети, вообще все желающие, посетившие нашу площадку, смогли решить некоторые ребусы, загадки шпионские, а также кроссворд. Сама интерактивная часть, она очень тесно перекликается с экспериментальной частью, где все желающие могут совместно с нами, со студентами, произвести серию ярких, красочных, химических экспериментов. На площадке была представлена серия ярких экспериментов, такие как коллоидный сад, гейзеры и вулкан. Ученик 4-го класса Аяз Хисамуддинов узнал о техно-ночь от своей мамы и решил посетить научно-популярный проект. Мне все понравилось, наиболее мне понравились опыты, еще мне понравились дроны и игры. Роману Лошкареву из Ижевска очень понравились лекции. В будущем он планирует поступать в Казанский университет. Я представлял своим другом проект, тоже в сфере информационных технологий, это создание телеграм-бота для нашего лицея. Мы вот посетили лекцию насчет аналоговых компьютеров, также посетили экономический конкурс, и вот только что поучаствовали в викторине. И я выиграл деревянный значок из соус-парка, я очень рад. Одним из первых, кто представил свой научный проект, стал заместитель директора по учебной работе Сунц-Айти-лицея Казанского федерального университета Вадим Гуськов. На данном мероприятии Айти-лицей представил 4 зоны. Первая это зона ТД-принтеров, где ребята привезли свою собственную продукцию и в режиме онлайн тоже запустили на печать одно из своих изделий. Также мы с собой привезли игру в Уизис на знания IT-сферы, и всем победителям и призерам мы подарим собственные сувениры, которые сделали на лазерном гравере. Сегодня с нами приехали ученики 8-х, 9-х и 10-х классов. Вот такая общая команда Айти-лицея, которая нам помогает провести такое замечательное мероприятие. Мероприятие подобного формата особенно привлекает юное поколение, которое стремится к познанию и в будущем планирует учиться в Казанском федеральном университете. В этом университете я впервые. Очень нравится, очень интересно, красиво. Я пришел с классом, чтобы узнать что-то новое для себя. Я захотел сам, потому что мне очень интересно, что будет. Я сам хочу учиться здесь. Пронауку также посетило большое количество школьников из разных регионов России. Дарья Борисова из города Лесной Свердловской области рассказала, что приехала поучаствовать в конференции имени Лобачевского, а после посетила Техно-Ночь. Своими впечатлениями она поделилась с нами. Приезжаю сюда защищаться на конференцию Лобачевского, потому что для меня это в первую очередь опыт защиты. И мне, конечно же, хочется посмотреть институт, потому что у меня есть в планах сюда, может быть, поступить в следующем году. Одним из открытий в мире технологий стала станция с дронами и квадрокоптерами. Беркант Назаров наглядно показал и рассказал, что и как работает. Мы можем с вами нажать конкретно на вот этот тумблер. У нас запустится вот этот маленький квадрокоптер, но вы не дергайте, главное, вот этот тумблер. Ага, здорово. Потому что нельзя. Вы мне показываете? К сожалению, да. Дергайте вот этот тумблер. Нет, вот этот тумблер, красненький. Куда, направо? Да. Сейчас подождите момент. Редко, до конца? Не до конца. Просто дерните его. У нас запускаются моторы. Ага, здорово. Вот, и он начинает реагировать на основе своего гироскопа. Техно-ночь также не оставила без внимания экономическую составляющую. Так, ученик 10-го класса Дамир Рахматуллин уже сейчас смог почувствовать себя начинающим бизнесменом. Я уже успел посетить, значит, лекцию по аналоговым компьютерам. Мне она понравилась, заинтересовала. Также успел поучаствовать в игре экономической, так называемой. Разработал свой бизнес-план, почувствовал себя предпринимателем и богатым человеком. Вообще все понравилось, особенно стены данного учреждения, уже как родные, можно сказать. Самая большая гордость для любого учебного заведения – это оцененные по достоинству преподаватели и лекторы. Янка Рамзин сумела увидеть это на практике. Мне понравилось то, что тут преподаватели не такие строгие и рассказывают на уровне детей, и чтобы дети понимали, насколько это просто, а не такими терминами запичкали детей, и чтобы они понимали легко и просто. Техно-ночь охватила не только мраморный зал и холл второго этажа высотного корпуса, но и кафедральная аудитория. На протяжении всего мероприятия их использовали для проведения научно-популярных лекций. День начался с мастер-класса от Института фундаментальной медицины и биологии для самых юных участников пронауки. У нас не только же лекция была, как вы могли наблюдать сами, потому что потом интерактивчик такой был, дети могли подойти, посмотреть, как все пощупать руками. Достаточно интересно. Продолжил программу фестиваля интерактив «Отработка постановки цели при помощи техники SMART». Интерактив направлен на подростковую аудиторию, но принять в нем участие мог любой желающий. Чтобы лучше разобраться в теме по психологии, интерактив был разделен на две части. Сначала работа с кейсом, а потом разбор упражнений с точки зрения теории. Если я сразу все карты раскрою, все фишки, мне кажется, просто в себя не посмотрят участники. На этом гуманитарные темы не заканчиваются. Следом за психологическим интерактивом на площадке научно-популярных лекций выступила профессора Института филологии и межкультурной коммуникации Марина Солнышкина. Спикер провела лекцию о текстовой аналитике и лингвистическом анализе текста как предметы исследования. На текстовой аналитике гуманитарные темы закончились. В ход пошли энергетика, медицина и квантовая информатика. Так, во время лекции по энергетике спикер объяснила, почему человечество не может в одночасье отказаться от энергии, вырабатываемой на угле, газе и других горючих ископаемых, и перейти на ветряки и солнечные батареи. Все простыми словами. С иллюстрациями и примерами так, что даже люди далекие от науки поймут, о чем идет речь. Такой же стратегией придерживалась и спикер лекции о материалах будущего для медицины. Если ты понимаешь свою тему хорошо, ты можешь объяснить даже ребенку. И поэтому, если я, например, рассказывая кому-то, ловлю себя на мысли, что я не могу что-то упростить, то значит, скорее всего, я не очень имею широкое и понятное представление об этой теме. Шестым спикером стал доцент Института вычислительной математики и информационных технологий Александр Васильев, который обсудил с участниками пронауки квантовую криптографию. Тут приходится какими-то иллюстрациями пользоваться, упрощениями, котиков добавлять на слайды. В аудитории находились даже самые маленькие и слушали лекции с прибольшим удовольствием. Например, Михаил Абрамский рассказал о истории IT-изобретений, а Антон Харитонов объяснил, как материалы, составляющие компьютер, умеют думать. Главной моей целью является, конечно, популяризация вообще науки в целом, чтобы талантливая молодежь, она шла в правильное русло. Немаловажную лекцию провел Алексей Паевский. Он рассказал о протезах, которые работают от силы мысли человека. В самой лекции я рассказывал такую вещь, которая называется интерфейс «Мозг-компьютер», когда мы, считывая активность мозга человека, передаем ее напрямую на разные управляющие устройства. Напомним, что пронаука проходит уже 14-й серии и реализуется с 2016 года. Карина Саяхова, Елизавета Никитина, Валерия Карташова, Амир Ахтямов, Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Варид Захитоглы, Универньюз.